Сергей Змеев Тут много вообще предпринимателей, предпринимателей именно, ну вот кто, ага, понятно, ну ладно, слава тебе Господи, хотя бы пополам, то есть не забросают меня здесь помидорами наемники, а то у меня как-то было на одном из выступлений, когда очень жестко прошелся по поводу того, когда в собственной компании сильно много заработали менеджеры, и мой младший партнер сказал, Юрич, как же, мы же договорились, ты что, ты что? Я говорю, Саня, нельзя этого делать? Нельзя. Да ты что? Чувство уже справедливости, правильно? Его ожидания, чувство справедливости. Я говорю, ну если хочешь, заплати, посмотрим на результат. Заплати. Заплатил. Менеджеры, которые зарабатывали до этого там 60-80 тысяч рублей, и предел их мечтаний был где-нибудь 1100-120, они получили что-то там порядка 1300, поймите, это не то, что меня жаба задавила. То есть, если они заработали 300 тысяч рублей, то я, наверное, 300 тысяч долларов. Но, как вы думаете, чем они занялись в следующий месяц, как только получили такие деньги? О-о-о-о-о! Они занимались всем, чем угодно. Они исследовали сайты, куда поехать отдохнуть, какую новую машину купить, какие программы существуют. Я говорю, Сань, и? Их теперь увольнять? С ними чего делать? Все. Следующая позиция. Они ведь сразу говорят, слушай, если ты мне заплатил 300 тысяч в месяц, так я столько стою. Значит, я столько стою. Все, ты попал по определению. То есть, оказывается, мне до этого не объяснили. Те, кто поплатили мне 60-80, были лохи, несправедливые. У них, естественно, сразу возникает ожидание. Вся мотивация персонала, тут я уверен, вам за два дня тут уже рассказали столько всего. То есть, выступать в конце конференции, с одной стороны, хорошо, потому что можно сказать, а, вот тот спикер говорил вот это, я согласен, а вот тот спикер вот это, я тоже согласен. С другой стороны, вроде бы не хочется повторяться. Поэтому вся мотивация персонала у вас придет всего к двум позициям. Это ожидание и справедливость. Все. Поверьте, я, во-первых, я сам начинал с продаж. То есть, я продавец профессиональный. Я начал продавать лет, наверное, с 12, ну, то есть, давно, лет 25. И карьеру я строил с продавца, и отделы продаж, и подготовка, и пятая, и десятая, там, и 10 менеджеров по продаже было, и 600. Много. И набирал, и увольнял вот такие флэш, как они там, мобы, как называется, флэш-наборы, да, вот это все тоже делали. И, собственно, отдел подготовки персонала, когда действительно нужно было быстро набрать, когда экстенсивный рост был, 96-97 год. Вот проходил все вот эти темы, и пришел только к одному, что две вещи. У людей есть ожидание и некое внутри чувство справедливости. Вот этими двумя вещами вы будете все время манипулировать, управлять там или как угодно. Я почему журналом вышел? Я вот сейчас взял Forbes последний. Кстати, такой вопрос. А вообще, кто меня знает? Ну, так, на всякий случай, это мало ли я там. Слава тебе, Господи, да. Меня зовут Сергей Змеев, тут уже там начали заниматься этим брендингом по поводу номер один. Я тоже подумал, я так смотрю, много сейчас разных гуру все, номер один, номер один, я тоже сказал, я практик успеха номер один. Все. Там просто многие пишут на русскоязычном пространстве, мне хочется сказать, я русский на русскоязычном пространстве. Практик успеха номер один, пусть будет так. На самом деле, действительно, я пришел в этот тренинговый бизнес уже, слава тебе, Господи, и предпринимателям, и инвесторам, и рантье, и все на свете. То есть, мне просто здесь стало интересно. Так вот, я тут последний Форбс взял, почему изначально спросил, много ли здесь наемников, то мало ли сейчас это скажут, сволочь такая. Вот, кстати, когда я выступал, и были наемники, они по поводу того, что я потом урезал вот эти зарплаты в 300 тысяч, они сказали, это же несправедливо. Как же так? Мы же заработали. Справедливо. То есть, на следующий месяц после того, как 300 тысяч выплатили, пришел Злой Змеев, как главный основной акционер, сказал, ша, халявы больше нет. Потому что есть два маркетинга. Есть растущий маркетинг, да, рынок, который растет, и слабый маркетинг. И роль персонала в каждый раз разная. Так вот, очень интересная мне здесь попалась в самом конце тут мысли, такая статья, тезис, я бы сказал. Мне казалось, что стоит бросить лозунг свободы, и все сразу обрадуются. И что же, ничего. Нищий не знает, что такое свобода. Раб по своей природе не свободен. Раб не знает, что такое свобода. Мы так и не обладаем свободой. Ну, Александр Яковлев, я не знаю, кто это такой. Ну, просто цитирую, чтобы потом вдруг не сказали, что я вот без ссылки на авторитет. На самом деле, вот в этом, как это ни парадоксально, вы же цинизма хотели. Тем более, раз Андрей сказал, может быть, я был бы менее циничен. Но теперь придется быть уж в полной мере циничным. По поводу, вот я слышал предыдущего, предпредыдущего спикера, по поводу того, и вопросы ваши, по поводу того, как лучше управлять, какая мотивация лучше, монетарная или там духовная, о чем мы, о высоком или о низком. А это вот как раз вопрос о том, что у вас за компания и чем вы занимаетесь. Ровно поэтому семья, коммуна и коллектив. А ровно в это упирается сразу же стиль управления. Вы же знаете все стили управления наверняка? Ну, знаете. Либеральный, демократический, авторитарный. Ну, конечно, ну что ж, боже мой, это ж везде все говорят. Вы что, надо же вот, да, последние вот тенденции. Ну, что просипативные, там же много разных слов есть. Так вот, вам не удастся постоянно применять один или тот или иной вид управления. Потому что если у вас компания маленькая, вы только начали развиваться, у вас работает 2-3, там, до 5 человек, это формат семьи. Вы друг друга знаете, вы выясняете, кто как поспал, кто как покушал, как у кого там дела происходят. Потому что у вас идет постоянная подмена, и о, ну, подмена, я имею в виду друг друга, поддержка, правильное слово будет. И ни о каких функциональных и должностных обязанностях, формально прописанных в структуре, и речи быть не может. Потому что у вас все будут заниматься всем. И это действительно вот такой либеральный стиль правления, когда, ну, вот это просто большая семья, такой между собойчик некий. Это одно. Потом, если компания начинает разрастаться, у вас, естественно, возникает некое делегирование, возникают вот те самые функциональные и должностные обязанности, какая-то там структура, там, кто кому подчиняется, кто за что, кто как, мотивации, демотивации. Когда 3-4 человека, там, мотивации, демотивации нет, там все по понятиям, как договоритесь. Это как есть. Там дальше начинается вот эта самая демократическая система. Но, если вы, это работает, ну, до человек 20, максимум, максимум на самом деле. Как только компании переваливают уже за серьезный какой-то уровень, там, не знаю, там, в 50 хотя бы человек, у вас будет жестко авторитарно-демократический стиль управления. Жестко авторитарно-демократический стиль управления. И здесь как раз будет работать только одна формула. Порядок бьет класс. Вот не зря я прочитал эту статью, потому что, когда вы набираете огромное количество персонала, то вам важно, чтобы у вас здесь были не звезды. Вам важно, чтобы у вас были исполнители, которые работают, извините, насколько было бы это цинично, за хлеб. Потому что для любого, практически для любого наемника, номер раз, мотивация, это 5 и 25. Вы ему должны платить зарплату 5 числа и 25. Потому что, если вы не будете платить ему 5 и 25, ну или, не знаю, 1 и 1, да, это не суть важная, это как вы себе придумаете. То вся его любовь к вам, к компании, к идеалам, к миссии, которую вы несете. Я очень люблю издеваться по поводу миссии компании. Потому что никто из моих предпринимателей, друзей, как-то миссию в своих компаниях не создавали. А я так как-то в круге все-таки успешных людей. Там, где миллион, это так. Они как-то про миссию не слышали, но мы шутим все время, что, конечно, когда компания становится очень большой, миссию нужно создать для внешнего, чтобы люди понимали, что вы же не такие циничные предприниматели. Вы же на самом деле заботитесь о благосостоянии народа и несете светлое доброе, как тот же Стив Джобб создал самый идеальный интернет-магазин, но, естественно, под высокой идеей. Ну, так уж. А покойных только хорошо. То есть, мы как сегодня же у нас про предпринимательство, да, поэтому я про это говорю. Итак, если у вас компания большая, все достаточно жестко и все достаточно, на самом деле, цинично. Порядок бьет класс. То есть, кто набирал персонал, когда вот резко растут продажи, вам нужна куча менеджеров? У кого такое проходило? Проходили? Для вас важно в течение, условно говоря, недели, чтобы они умели там ходить, стрелять, маршировать и там, свободная касса. Вот тот же Макдональдс, о котором говорили, они должны улыбаться, ну, пусть немножко натянута, но не важно, уметь оформлять чеки, работать там с 1С или с какой-то программой, которую вы там себе поставили или придумали. Понимать, как в этой компании что устроено и подходить, допустим, на 3С плюсом, на 4. И компания будет в данном случае функционировать. Потому что, если вы будете ориентироваться только на звезд, не будет это работать. Не будет. То есть, в данном случае, да, действительно. Муштра, достаточно жесткое управление, игра на выбывание. Конечно, должны быть морковки, конечно, должны быть какие-то там стимулы. Если у вас компания разрастается и становится большой, это будет на втором месте. По полу звезд. Ну, кто вообще уже попадал на градные звезды? Ну, попадали, ну, слава тебе, господи, вы что? Ну, я же вижу. Это происходит как раз в тот момент, когда вы сначала из маленькой компании, когда вы все, ну, вы друг друга знаете, на одном же горшке, ну, мы же, мы же вот, я же тебе, я ночи не спал, пока ты деньги зарабатывал или зарабатывал, не суть важна. А потом, как, мы еще берем семью кого-то, приемного, и они так начинают относиться на самом деле к другим сотрудникам. Да? Так и есть, ну, конечно. Конечно. И потом, и они требуют вашего личного внимания. Вы ставите, условно говоря, начальника отдела продаж, вы ставите старшего менеджера, вы ставите, не знаю, директора по продажам, ну, в зависимости от того, как контора работает. Они к вам ходят. Они говорят, мы этого дядю не знаем. Не-не-не, мы в этой семье, мы тебя знаем. Звезды, это с одной стороны хорошо, потому что, когда рынок падает, когда случается кризис, и я, смотрите, господи, этих кризисов-то прожил много, то они, конечно, они готовы на подвиг, они готовы лично тебе помогать, они готовы идти, им нужен вот этот вызов, да, они же Бэтмены, это же понятно. Но это ваша личная будет головная боль. Личная, потому что вы будете с ними общаться, им нужно общение, им нужно ваше личное внимание. То, что у них есть какой-то непосредственный начальник, и там какое-то подчинение, нет. И начальник их непосредственный будет прибегать к вам и говорить, он или она сволочь, они меня не слушают. Как же можно управлять таким коллективом? То есть любая звезда, когда компания разрастается, она становится проблемой. Она становится проблемой. И я проходил такие этапы несколько раз, то есть я проходил много этапов, когда вот это расширение и сжатие, расширение и сжатие. Когда из маленького коллектива разрасталась компания до большой, потом очередной кризис, спать рынка, опять компания сжимается, опять у тебя остается очень ограниченный круг вот этих звезд, опять расширяется. И когда менеджеров становится очень много, ты, увы, должен сказать, что я, конечно, тебя люблю, я, конечно, к тебе отношусь очень хорошо, но пойми меня, у меня очень много теперь, я теперь детский дом организовал, да? Да. И я могу тебя сделать старшим менеджером, я могу тебе что-то, ну вот, то есть, звезду дать, что вот, как я менеджерам иногда, когда нужно было сделать какой-то подвиг, я им не зарплату, там, не премию, да, я им там часы какие-нибудь там дорогие, они ходили, вы видели вот это? Они говорят, мы вот еще в 96-м под Сталинградом со Змеевым, а вы? То есть, ну, они какое-то личностное своеобразие выделяются, но ты им должен сказать, ребята, увы, теперь вас много, и я занимаюсь другими делами. Некоторые уходят, некоторые уходят, у меня такие моменты были, им не хватает вот этого именно, знаете, отеческого тепла, ну, либо материнского, в зависимости от того, кто управляет компанией, и они уходят. Но в данном случае вы должны понимать, опираясь на эту статью, кто на кого работает. Вообще, либо вы становитесь заложником и рабом своего бизнеса до конца дней своих, либо, увы, вы делаете так, чтобы народ работал на вас. Да, какие-то общечеловеческие, гуманистические принципы справедливости и т.д. и т.п. в данном случае, возможно, нарушаются. Но это компания, это бизнес, и он работает. И может быть, даже ценою нескольких уникальных менеджеров по продаже, нескольких личностей, вы все равно создаете устойчивую компанию и устойчивый коллектив, который работает, и это позволит вам выжить. Потому что, представьте, если вы фокусируетесь только на этих звездах, да, возникает принцип несправедливости, другие говорят, а почему я? А почему я не? Ну, сначала вы объясняете, ну, потому что они староживые, потому что они больше продают, а когда их 50 или 100, вам уже времени просто не хватит физически каждому объяснять. Поэтому здесь вы жертвуете как раз вот этими звездами, тем, чтобы порядок все-таки побил класс, потому что классный продавец, это клево, он действительно делает подвиги. Но на растущем рынке, когда у вас действительно хватает чем заниматься, вам нужно, чтобы у вас был определенный порядок. Давайте вы что-нибудь у меня спросите, потому что я представляю, вам два дня там вас прокачивали тут, прокачивали. Кто-нибудь? А мне да. Так, заберем, давай. Мне сейчас как это, как старый поп-звезде дали с этим, со шнурком. Ну, хорошо. Я теперь модный. Да, хорошо модно. Меня зовут Елена, скажите, пожалуйста, были ли у вас ситуации, когда ушедшая звезда просилась назад, и что вы в этой ситуации делаете? Так и знаете, сколько у меня таких историй за эти годы? Боже ты мой! Я, конечно, не знаю, как в 20 минут уместить 20 лет бизнеса, но это ладно, заходите, найдете Змеева, его много теперь в интернете. Я обогнал, наконец, запуск воздушных змеев. Раньше было. Запуск воздушных змеев было больше. Вот. Так вот, по поводу того, что просились, я делал хитрее. Я делал хитрее. Это же понятно, жажда перемен, вот эта свобода, понимаете? Я же в рабстве, я же, я же, я же, я говорю, окей. Никаких проблем. Я начал это внедрять, это году, наверное, в 97-м. Я говорю, я понимаю, что есть желание, я понимаю, что есть тяга к свободе, к переменам. Я говорю, я тебе даю возможность уйти, если есть такое желание. В течение месяца я тебя беру легко назад, вот легко вообще без всяких, без обид. Ничего личного, только бизнес. Но в течение следующих трех месяцев ты работаешь бесплатно. Это же по-честному. Вы знаете, и у меня такие случаи были. Ой, какая прививка для остальных. Шикарно. А, знаете, еще одна история. Я тут недавно проводил большой бизнес-игру, тренинг. Мне вообще вот до того, как я пришел в тренинговый бизнес, мне было устойчивое ощущение, что что я вообще могу сказать? Вот серьезно, у меня было очень устойчивое, я так стеснялся, думаю, ну ладно, руководил компаниями, где там куча народу, ну бизнесы строил там, ну как-то это все вот так вот. По сравнению с Форбсом, понимаете? Я Форбс открываю каждый раз, а меня там нету еще. Поэтому, ну, что я могу сказать? Выяснилось, что нет, что все-таки что-то могу. Так вот, у меня был один случай. Вот я вам тоже, это загадка в зал. Микрофон гуляет, я не увидел пока. А, руку поднимите, а то да, извините. Расскажите, наверное, интересно всем, потому что туда вопрос. Все напрягались, а теперь я вопрос буду задавать. Вы подставить меня решили? Я сейчас задам вопрос, потом вы тоже. Тогда отдайте микрофон. Андрей, ты главное регулируй по времени, а то я боюсь, да? Пять минут, либо вопрос, либо отдайте микрофон. Отлично. Сергей, тогда вопрос, Культа. Давайте. Тут у вас тема написана, эволюция мотивации персонала. Может, вы что-нибудь скажете про мотивацию? Никак деньги не давать, это тоже важно. А про мотивацию? Эволюция мотивации персонала ровно в этом. Вы должны понять, в какой фазе находится ваш бизнес. И ровно исходя из этого, ровно исходя из этого, постоянно менять отношения. Если у вас маленький коллектив, и все замкнуто, грубо говоря, на вас, да, любой засос, да, вы всех любите, да, вы всех обожаете, да, у вас много личностных отношений, да, все вот, ну, вот, ты мне, я тебе, я тебя поддерживаю. Как только начинает компания расти, начинается формализация, больше, больше, еще больше, формализация, еще больше. Кто не прошел эту эволюцию, как раз формализации, все, заложники становятся и ситуацией, и бизнесов, и продавцов. Эволюция, на самом деле, ровно в этом. А в другом, ну, что, я вот не зря эту статью вначале почитал. Ведь сейчас хотят все бабок сразу быстро, много и на халяву. Это понятно. Сразу, ну, то есть, желательно, чтобы вы отдали еще все то, что у вас есть, еще и кредит взяли, чтобы им все отдать. Ставить на место. И вот, что вы сказали, как раз вопрос, уходят, приходят. У меня были моменты в кризисе, кризис очень жесткий, когда я просто говорил, ребята, вот, я сейчас платить не могу, ну, потому что так, два-три месяца, сколько вы держиваете, да, естественно, потом все вопросы закроем. Вот, вы знаете, как ни странно остались все. То есть, наверное, все-таки представить циничности, я не настолько жестокий. Так вот, вопрос в зал, в обратную сторону, тоже в плане мотивации, демотивации. Несколько, ну, вы про автосалоны говорили, автобизнесом я тоже очень много лет занимался. В одном из автосалонов у меня там один менеджер начал, ну, такой старший менеджер уже был, начал приворовывать. Ну, каким образом, доп. оборудования, какие-то левые поставки. Это же все очень видно по отчетности, бьет. Это же им только кажется, что это никто не видит, да, что там в хед офис, он же далеко. Я это, естественно, обнаружил. Ну, во-первых, я приехал туда, я сел напротив, поднял все бумаги. Я сейчас отвечу, я сейчас просто вопрос задам, чтобы в обратную сторону. И медленно начал листать. Он суетился вокруг, суетился, ходил. Я говорю, ты не суетись, я пока все изучу, смотрю. Ты потом все расскажешь. Я так листаю внимательно, листаю, что-то себе записываю. Человека же больше всего пугает, неизвестно. И вот уже, я еще ничего не сказал, он уже потом, я, он, и все признался, естественно. Все, все, во всем признался. Сразу во всем признался. Дальше. Что бы вы в дальнем случае сделали? В одном из подразделений у вас обнаружился, ну, вот, крыса. Надо же. Кто-то, кто подворовывает. Что бы вы сделали? Попредели. А, глазами к забору. Ну, вы знаете, тогда из него сделают мученика, будет 2000 лет поклоняться. Так, что еще? Бесплатно работать, что еще? Уволить, сволочник. Разницу вернуть, что еще? Пусть другим скажет, почему он у них своровал. Вы знаете, вот это да, вот прям с микрофоном правильно. Знаете, я сделал очень хитро. То есть, во-первых, я ему сказал, ну, он, естественно, он завиноватился въезд. То есть, я черт попутал там все, признал все. Я ему сказал, окей, ну, во-первых, понятие, это же была, с одной стороны, недополученная прибыль, да. То есть, я прикинул, посчитал, сказал, ну, вот это вот мы как бы вычтем. Он, да, 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 конечно, ну, дальше не так страшно человеку деньги в данном случае потерять. Я ему сказал, а вот теперь ты поедешь в другие подразделения и расскажешь, какой поступок ты совершил и какой поступок я совершил. Он ездил прямо и говорил, вот приезжал и говорит, что-то я заворовался. А Юрьевич, он так велик, прививка была напрочь сделана всем, напрочь. Потому что, если бы я уволил, все бы, ага, противостояние, война миров, все равно, наемники-собственник, никуда не девается. А в данном случае чувство справедливости-то, конечно, я же поступил абсолютно по понятиям. Как можно поспорить? Никак. Абсолютно. И не уволил, на деньги наказал, да, так справедливо. Плюс он всем дал полную прививку. Вы знаете, на много лет я от этого избавился. Да, Сергей, короткий вопрос. Всегда, когда ко мне приходят соискатели на собеседование, вот со мной, как собственником, последний этап собеседования на ключевой позиции. И когда у меня спрашивают, а сколько будете платить, я всегда сразу говорю, стоп, платить здесь никто не будет, платить ты будешь себе сам, вернее, ты будешь зарабатывать. Забудь про слово платить, возьми слово на вооружение зарабатывать. Вы просто все время говорили платить-платить, я понимаю, но оно наиболее уместно в большинстве ситуаций. Если я, то я плачу, если он, то он зарабатывает. А все правильно, просто как вы относитесь к этому разделению, платить, зарабатывать? Знаете, тут у вас много анекдотов уже рассказали по поводу того, что ты как не ложись, вот, а все равно. Поэтому это все равно в данном случае. Я, у меня вопрос, знаете, подход у меня был очень циничный, на самом деле. Когда я набирал персонал, я их много набрал, этих менеджеров по продаже, масса, честно говоря. И когда мне говорили, я буду лоялен компанией, я буду работать только на компанию. Интересы компании прежде всего. Знаете, и второй человек рядом мне говорил, вы знаете, у меня, в основном, у меня есть свои интересы, у меня есть свои ценности, у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть там 5-е, 10-е. В первую очередь меня интересует это. И поэтому я буду у вас работать. И поэтому я буду зарабатывать. То естественно я брал второго, потому что вот эти высокие лозунги по поводу того, что они будут там сильно работать на меня, это все фигня. Если у человека есть конкретные ценности, конкретные потребности, конкретные задачи, он будет зарабатывать и для себя, и для меня. А вы знаете, у меня у моего помощника там есть, я с собой взял книг там какое-то количество, вот кто первый подойдет, получат в подарок, я ничего даже ведь не продаю. А остальные, как я сказал, можете зайти там, найти Змеева в интернете где угодно, там куда-нибудь подписаться, и вы узнаете о куче всего там происходящего. Ну а вам желаю что, разобраться и с B2B, и с B2C, и с собой, и вообще нафига вам бизнес, ну и всяческих таких радостей в жизни. Удачи, спасибо. Спасибо, Сергей. С вами был Сергей Змеев. С вами был Игорь Негода.